Здравствуйте! На майские праздники в Турцию вылетело почти 3000 пермяков. Как сообщает коммерсант Приками, это 85% всего зарубежного трафика аэропорта Большой Савина. Общее число жителей региона, улетевших на майские выходные за рубеж, по сравнению с прошлым годом, выросло в 4,5 раза. Что касается внутренних рейсов, основной прирост показал Сочи. В этот город на весенние праздники улетели 612 человек. В Перми начали продавать хлеб за 700 рублей, а тушенку за 3200. Магазин с такими ценами открылся на тихом компросе. Называется он «Хлеб и соль». Его владелец – российский предприниматель Герман Стерлигов. Бизнесмен называет свой магазин «крестьянским». По его словам, на ополках будет только натуральная продукция, без промышленной обработки, химии и антибиотиков. Например, хлеб выпечен без дрожжей на натуральной закваске в русской печи, а мука вымлотана на натуральных жерновах. Также в магазине можно приобрести квас за 500 рублей, козье молоко за 700, шампунь за 900 рублей. Господин Стерлигов уверен, что его продукты будут покупать, несмотря на высокие цены. Почти 15% населения в Прикамье имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это данные Пермстат. Около 3% населения получают в месяц до 5000 рублей. 4% от 5 до 7 тысяч рублей. И около 9% от 7 до 10 тысяч рублей в месяц. При этом почти треть всех денежных доходов в Прикамье приходится на долю 10% наиболее обеспеченных граждан. 10% наименее обеспеченного населения в совокупности имеют менее 2% от общей суммы доходов. Добавлю, по количеству бедных Прикамье занимает 6 место среди регионов Приволжского федерального округа. В России увеличилось число жалоб на коллекторов с начала года в 10 раз. Как пишет известие, со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов, в январе от граждан поступило 326 жалоб, а к началу апреля – 3126. Правда, обоснованными из них признали всего 40. Среди основных нарушений законодательства – превышение количества телефонных звонков, текстовых и иных сообщений должнику, а также отсутствие организации в реестре. Напомню, с 1 января 2017 года в России вступил в силу закон о коллекторах. Сейчас деятельность взыскателей строго регламентируется, и заниматься ей могут только организации, которые вписаны в специальный реестр. В Россию официально пришли телефоны Nokia 3310. Как сообщает российская газета, российские ритейлеры приступили к продажам обновленной модели легендарного телефона. Сейчас его выпускает компания ШМД Глобал, она же владеет правами на знаменитый финский бренд. Россиянам новинка доступна в четырех цветах – красном, желтом, синим и сером. Телефон оснащен кнопочной клавиатурой, дисплеем 2,4 дюйма, двухмегапиксельной камерой. Стоимость аппарата – 3 990 рублей. Курсы валют на 18 мая – доллар 56,73 рубля, евро 62,95 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах!